Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите Артик ТВ в прямом эфире программы «Ознаки». В этой программе мы изучаем судьбу людей, строим гороскопы, разбираем натальные карты и даем советы. И если вам интересно, вы нам звоните и пишите. Сегодня программу для вас ведет астролог Сергей Сгазинский и журналист Анастасия Стронгина. Дорогие друзья, звоните нам по номеру телефона, который вы видите на экране. Обязательно называйте дату, время и место вашего рождения. Ну а начнем мы традиционно с небольшого объявления от школы «Пионер». Первая Мурманская частная школа «Пионер» объявляет набор в первый класс. «Пионер» приглашает желающих учиться в классы начальной школы, а также на подготовительные курсы будущих первоклассников. «Школа Пионер» — это полный день занятий с детьми с 9 до 18 часов, пятидневная учебная неделя, два собственных новых здания, соответствующих всем нормам и требованиям. В классах до 10 человек. Домашние задания выполняются вместе с учителем. Дома дети свободны даже от портфелей. «Школа Пионер» — это дополнительное образование, изо-студия, танцы, дзюдо, одна из лучших музыкальных студий в городе. Индивидуальная работа с логопедом и психологом. В «Школе Пионер» — хорошая дисциплина, учащиеся одеты по форме. Занятия начинаются с общей линейки, а мобильные телефоны сдаются на хранение во время учебы. Поездки, экскурсии, походы — то, что объединяет творческий коллектив в активной социальной жизни. «Школа Пионер» — это четверть века динамичного развития и заботы о детях. За эти годы выпущены десятки выпускников, среди которых золотые медалисты, студенты лучших высших учебных заведений России и зарубежья. Не ждите, когда у ребенка возникнут сложности. Не отбирайте у него детство. Приходите учиться в частную мурманскую «Школу Пионер». Телефон 70 30 40. «Школа Пионер», Мурманск, улица Калинина, 44. Дорогие друзья, специально для вас ВКонтакте существует группа, называется «Астрологический центр знаки». Здесь много разной информации. Но самое главное здесь вот ваши вопросы астрологу. Здесь можно размещать ваши вопросы, мы постараемся на них ответить. Есть раздел обучения астрологии. У нас целая школа, три курса в этой школе астрологической. Вот идет набор на первый курс, который начнется в октябре месяце, очный. И также мы сейчас прорабатываем дистанционное обучение в формате вебинаров, которое может запуститься уже в ближайшее время. Поэтому записывайтесь, пишите. Я буду отвечать на все ваши вопросы. Есть отзывы и предложения, есть различные конкурсы, которые здесь проводились. Но также хочу обратить ваше внимание, что 29 февраля, это раз в 4 года такое бывает, космическая астрологическая кухня ждет вас в кулинарной студии «Имбирь». Для тех, кого увлекут тайной астрологией, вкусная еда, мы совместно с кулинарной студией «Имбирь» программа «Знаки» разработали волшебный астро-кулинарный мастер-класс. Загадочно, интересно. И читайте дальше. Вот здесь все написано, чтобы узнать, что же там будет. Я вас всех приглашаю. Для этого вам надо зайти на страничку кулинарной студии «Имбирь» или у нас в ВКонтакте на страничку и посмотреть, какие координаты и как можно записаться. Поэтому 29 февраля это будет у нас суббота. Поэтому субботу надо провести с использованием. Поэтому 29 ничего не планируете. Да, ничего не планируете, кроме кулинарной студии «Имбирь». И, пожалуйста, записывайтесь, подписывайтесь. Вот здесь есть телефон 952-294-4101, 952-294-4101. Звоните и спрашивайте. Я думаю, что можно начинать ответы на вопросы. Если они будут, уважаемые телезрители, звоните нам по телефону и пишите нам ВКонтакте. А сейчас вы просто лучше звоните по телефону, мы ждем ваших звонков. Что же будет с теми, кто попробует вашу космическую кухню? Вот это мы узнаем в первых числах марта. А пока что мы начнем с вопросов. И пишет вам Вячеслав. Родился он 14.03. 2005 года. Так. 14.03. 2005 год. 11.45. 3.2005. Город Мурманск. Так, неправильное значение сейчас. 14.03. На 3. Ага. 2005. 11.45. Какой профессии в будущем отдать предпочтение? Вот такой вопрос. В Мурманске родился. Да. Карьерные вопросы пошли вверх. Превалирует. Что там? Ну, что там превалирует? Там солнце находится в рыбах. В 24 градусе рыб, селениры и в среднем. Опять рыбы у нас, которая программа уже... А, это не программа была. Это встреча была. Мы отвечали на этот вопрос. Да, да. Да. Но мы отвечали на этот вопрос. Тут гуманитарное мы, конечно, что-то вот знание с каким-то чувством формы достали, но так и не поняли, кем этот человек будет. Вот хотелось бы с ним лично поговорить или там уже самостоятельно из того, что мы сказали, принять вам решение. Поэтому следующего, да, можно рассматривать? Да, следующего можно рассматривать. Звоните нам, мы ждем звонков, иначе я не знаю, что будет. Иначе космическая кухня не поможет. Космическая кухня даже не поможет вам. Константин. Константин. Заведущий. Да, пожалуйста. Сказал заведующий. 22.09. родился. 22.09. 99.99 год. 999 год. 1.50 ночи. 1.50. Город Мурманск. Мурманск. Интересует изменения в личной жизни. Так, проверяем. Константин. 22.09.1999 года. 1.50. Мурманск. Солнце находится в Деве. В 29-м градусе Девы. В самом низу гороскопа. В районе ИЦ, так называемого. Вот. Вот. В низеньке. Это солнышко. Дальше. Дальше у нас Венера. Венера во Льве. 21-й градус Льва. А Луна в Водолее. Здесь с эмоциональным фоном. Мне немножко непонятно. Луна в Водолее. И казалось бы, вот эмоции свободные должны быть. Человек как-то свободный. Но вот сама Луна в соединении с планетой переменно. Ураном, который не дает ему успокоиться. И вот здесь Сатурн в Тельце. В 17-м градусе Тельца. Он просто эту бедную Луну в Водолее подавляет. И поэтому здесь подавленность эмоционального состояния показана. Что с этим делать? Не знаю. Но человек такой рациональный, понятно. Практичный. С очень странными внутренними. Может он не подавленный? Может он просто рациональный? Может быть, нет. Но Сатурн вот давит на Луну. Поэтому здесь эмоциональная закрытость, можно сказать. Может быть, вот так правильно было бы перенести. А вопрос с личной жизнью, да? Да. Сейчас бы вы у него спросили, а женаты ли вы? Как вы обычно делаете? Ну, мы же не знаем изначально. А что можно предположить, исходя из этих параметров? Ну, исходя из этих параметров, предположить можно было... Многое. Но вот даже сам вопрос, смотрите, когда ставится вопрос, что будет в личной жизни? Что подразумевается под личной жизнью? Жизнь в браке, да? Не знаю, не обязательно. Жизнь без брака. Вот второй вариант. Возможно ли жизнь без брака? Жизнь без брака и без отношений каких-то. Жизнь в отношениях. Все это вот три разные вот категории. Разобраться с этими категориями очень-очень сложно. И, ну, как бы не всегда понятно. Не всегда понятно. Но вы же связываете этот показатель с каким-то личным счастьем. Ну, если бы я его вот так вот увидел, я бы уже сказал все, уже говорил про личное счастье и так далее. Вот не могу сказать. Я не знаю, что здесь. Не знаю, что здесь. Здесь вообще предрасположенность такая к очень большому конфликту со второй половиной. И чтобы прижиться к этой второй половине, надо очень много сделать. Надо просто с собой поработать. Психологически поработать. Потому что если этого не сделать в молодости, то к среднему возрасту эти конфликты могут достичь такого накала, что человек может разорвать эти отношения. Вот таким вот образом. И это всегда вот так вот показано. Тем более дева, да, дева выраженная. И дева всегда имеет придирчивость очень большую. И там это не там, здесь не то, здесь не сё. И это может раздражать вторую половину. Просто если ударяться в сам прогноз, что когда и что это будет, я сейчас сказать не могу. Вот мне нужны некоторые факторы. Там спросить, а было ли, а было бы, а не было, а не было бы. И из этого уже собрать более точную картину. Да, более точную картину. Потому что сейчас мне сложно отвечать на этот вопрос. Меня больше интересует, чем человек занимается. И, например, учится или закончил учиться. Вы как предполагаете, чем он мог бы заниматься? Тут много чем. Мог бы служить, служба могла бы быть, форма сапоги. Не обязательно военная. Может быть, наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. Может быть, и вот в этом направлении. Тут надо посмотреть по задействованности Венеры. Она будет задействована в следующем году. В этом году она как бы не пробуждается. В следующем году она будет задействована очень позитивно. очень активно. Это раз. И из этих позиций надо исходить, что в следующем году там принимается какое-то решение относительно своей личной жизни. Так что вот так. Очень сложный. Очень сложный случай. Когда очень сложный случай, есть надежда на лучший исход. Да, есть надежда на лучший исход. И когда очень сложный случай, у человека есть возможность принимать какое-то решение. Когда все однозначно у него в карте, он так и живет у него все однозначно. А вот когда выбор стоит, он может и так, и сяк. Вы знаете, вот когда живешь во время перемен, можно перескочить с одной волны на другую. Когда живешь в ровных социальных условиях, то там переход никакого не наблюдается. А вы перескакивали когда-нибудь? Конечно. Я был слесарем, а стал человеком, как мне сказал один родственник про меня. Хорошо, что вы цитируете, что это именно родственник сказал. На самом деле у меня было техническое образование. Я всю свою жизнь связывал с механизмами, трубами и другими техническими штуковинами. Пригодились вам механизмы? Ну, конечно. Я их знаю теперь. Я знаю, что там проходит. С дома вы сами прокладываете? Нет, я пруды дома не прокладываю. Не прокладываю. Для этого есть специально обученные люди, и трубы теперь у нас из новых материалов. Это хорошее оправдание. Да. Технологии высокие. Так, план какой у нас дальше? План какой у нас дальше? Звонки? Есть и звонки. Да, вот сейчас мы посмотрим. Сейчас мы поймем, есть ли они. Да, вот секундочку подождем. Я просто хочу сказать, что случаи бывают разные, и вот не всегда в них можно разобраться. Ну, это тоже нормально. Это как врач в какой-то болезни, он может разобраться в какой-то очень сложно, с каким-то организмом. Труднее, с каким-то легче. Видимо, вот здесь такая же система. Не вся кишечная инфекция лечится. Что поделать? Звонок, у нас есть звонок. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Елена. А вы себе будете делать гороскоп? Да, да, да. Хорошо, тогда мы вас слушаем. Когда вы родились? 22-го, 05-го, 1977-го. Время рождения еще нам нужно? 7 часов вечера. 19 часов и город? Мурман. Так, сейчас посмотрим. Проверяем. Проверяем. Елена. 22-го мая 1977-го года. Это было воскресенье. 19 часов. Город Мурманск. Вот перед нами ваша так называемая натальная карта. Солнце у вас в Близнецах, в самом начале Близнецов. Говорит о коммуникабельном человеке, может быть, активном даже каком-то. Потому что Марс у вас в Овне находится, ого-го, с Венерой в соединении. То есть у вас очень такая, очень большая переживательность здесь показана. Тем более Луна, которая за эмоциональный мир отвечает, она в Раке находится. На Стреетта у Квадрата. Тут просто такие эмоции и переживания очень большие. Как у вас вот этот год прошел, 19-й? Не было ли сложностей? У меня не показаны какие-то сложности, переживания очень большие. А весь год, да. Как вы думаете, они закончились у вас? Ну вот по ощущениям. Ну, мне кажется, в ручку что-то просвета начинается. Ну, просвет начинается. Начинается просвет. Единственное, вот как бы вам будет легче. Но следующий год здесь несет очень большую перестройку в жизни. Как бы вы входите в такой период, который мы, астрологи, называем кризисом среднего возраста. То есть вы скажете, что все, я так больше не могу. Надо очень многое поменять в жизни. Надо что-то сделать. Такой вот очень большие перемены показаны. Это вот в этом году? Да, в 20-м, в 20-м. В этом году, в 20-м году. Начинаются они с лета. И постепенно вот набирают свой оборот к началу осени. И заканчивают они только вот после Нового года следующего. Поэтому вы, пожалуйста, здесь, ну, примите решение, что вы будете делать. Тут не спрятаться от этих перемен. От них никуда не уйти. Они все равно будут. И они заставят очень много поменять в жизни. Ну, например, финансовую сферу. Ну, вот работу не собираетесь менять? Первый вариант. Дальше Меркурий. Меркурий вот лично вас касается. Лично касается вашей семьи. Личных отношений. Вот здесь перемены очень большие стоят. Поэтому, ну, отсюда вопрос. Да, вот как Анастасия всегда говорит. Вы замужем? Алло, Елена. Не расслабила. Вы замужем? Скажите, пожалуйста. Нет, еще не замужем. Еще не замужем. Но смотрите, здесь вот очень большие перемены в этом плане показаны. Показаны по личной жизни. Могут произойти. Поэтому тут надо подготовиться к этому все. Запланировать, чтобы вот не было стрессовых ситуаций. И жизнь, очень многое вот в жизни изменить. И еще один момент. У меня травмоопасность стоит высокая. У вас, ну, как бы вы не падали, не ушибались. Нет. Будьте осторожны. Вы машину водите? Нет. Ну, вот будьте осторожны. На транспорте здесь нельзя назвать дату какую-то или так. Или сказать, что что-то будет плохое. Просто не рискуйте. Не рискуйте. В ближайшие года полтора. Потому что нагрузка вот на позвоночник высокая. На опорно-двигательный аппарат высокая нагрузка. И самое главное, там, будьте в отпуске. Не прыгайте с парашютом. Там нигде не катайтесь на бананах. Вот лишний раз риски вот надо исключать. А вот сейчас поездку хотим организовать на следующий... Езжайте, конечно. Конечно, езжайте, ничего тут плохого на сегодняшний день нет. С тарзанки не прыгайте. С тарзанки не прыгайте. С тарзанки не прыгайте. С тарзанки не привязывайте. Да. Да. Здесь все нормально у вас. Но вот эти вот просто, понимаете, просто аховые перемены показаны. И я не догадываюсь, с чем они связаны. Догадываете? Не догадываюсь, не догадываюсь. То есть вы даже не можете понять позитивные или негативные? Позитивно-негативно – это как человек в них вступит. Если он будет пытаться сохранить то, что есть, они будут негативными. А если он все это бросит и начнет что-то большое новое, то это будет позитивно. Вот таким образом. Но вот самые тяжкости у вас закончены. И начинается новое время. Вот в лучшем случае, в лучшем случае, это как рождение заново. А у вас какой вид деятельности? Вы чем занимаетесь? Бухгалтерией, нет? Нет, торговлей. Торговлей. А чем не бухгалтерия? А вы не хотите что-то свое начать в торговле? Хочу, хочу. Ну вот впереди лучшее время, чтобы что-то вот такое сделать. Хотя бы кусочек. Хотя бы немножечко. Уголок завести. Уголок завести, да. И оно пойдет у вас. Это самые лучшие изменения тогда будут. Уголок, между прочим, так и склонен. Приметный кулок, только в том случае, если я оставлю в прошлом и начну что-то новое. Да, да. Ну хотя бы шаг сделайте. У меня не может быть хорошим. Что не может быть? Что не может быть хорошее? Ну и с тем, что, допустим, я сейчас переживаю, если ты так же останешься. Ну что там, то так же, я не знаю. Вот вас как-то вот этот год измучил, 19-й, измучил очень сильно, да? Да. Ну там вопрос сразу такой напрашивается. Там на личном фронте вас измучили? Ну и не мучайтесь больше, отпустите вообще эту проблему. Я не говорю, что надо решать какой-то момент. Я не говорю, что надо решать там разводом каким-то или еще чем-то, да. Но отпустите в этом году вот все это, выбросите из головы. И здесь же показатели какие, что с этого лета, если вот этот человек вас измучил, у вас появляется другой человек, который, может быть, так мучить вас и не будет. Совсем чуть-чуть. И, значит, вот личное счастье показано. Но опять же, если сделать шаг какой-то, если не побояться вот все это перекроить. Я не говорю, что так надо делать. Я просто вот описываю ситуацию, какая в карте, а решение принимать вам. Я поняла. Все, большое спасибо. Так что удачи вам, всего доброго. Я не знала, что в карте можно увидеть, будут меня мучить или нет. Не знаю. Дом мучения. Какой там дом отвечает за мучение? Нет, здесь не дом мучения. Здесь просто положение такое, что Луна, которая в раке находится, и Венера с Марсом, которые за любовь отвечают, и находятся они в Овне, они находятся на расстоянии 90 градусов друг от друга. И в Казироге, прямо напротив рака, шла планета Сатурн, которая подавила Луну. То есть человек дошел до эмоционального состояния, до эмоционального истощения. Было очень трудно в этом году. И подавил Марс и Венеру, то есть чувство подавился. У женщины две планеты любви. Марс и Венера, а у мужчины только Венера. Только Венера у мужчины? Только Венера у мужчины. Мужчины не соображают любви ничего. На самом деле. На 50% меньше, чем... Венера – это же женская поставь. Венера – это показатель женщины в гороскопе мужчины. А Марс – это показатель мужчины в гороскопе женщины. И у женщин еще и Венера отвечает, и Марс. У мужчин Марс за драки, за воинственность отвечает. А у женщин в гороскопе за страсти. Поэтому в женских гороскопах очень интересно наблюдать процесс любви и всего остального. Так вот, вот эти планеты были подавлены очень сильно. А нептом, который находится в рыбах, с этого лета к луне сделает восстанавливающий аспект, так называемый, и все пойдет по-новому. Ну, поскольку вот обновление жизни есть, вот что бы я сделал, имея такой гороскоп? Вот что бы я сделал? Я бы, конечно, развелся бы. И как женщина сразу бы кого-то встретил. Вернее, я бы сначала встретил, а потом бы развелся и вообще даже не думая. То есть именно на месте женщины? Да, на месте женщины. Потому что, во-первых, эти люди вот так мучили, когда нужна была поддержка, но им мучить будут еще дальше. Понимаете, они никогда не остановятся. Нету тут, посмотрите на кого угодно. Потом, когда у нас происходит вот такое событие, обычно у женщины, она там измучена, она разведена, и сразу у нее, ну, показатель, например, на хорошую, позитивную жизнь личную показан. И говоришь, вот смотрите, ну, ушел он, и бог с ним, да, а дальше-то у вас, смотрите, счастье какое. Вот как здесь появляется, как здесь. Дай я угадаю, дай я тебе говорю. Она говорит, нет, не хочу, хочу вернуть того самого. Да, да. Да? Да, и женщины говорят вот так в основном. Наверное, это он вернется. И они теряют год, теряют полтора, когда вот все раскрытие. Ждут его, принца этого сбежавшего ждут. Все раскрытие. Поэтому, ну, отмершие части тела надо выбрасывать. Кожные эти клетки надо сбрасывать в ванной, подушек. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? То есть, скорее всего, ну, не знаю, может, это вот, ну, как бы стереотип женского поведения, да, Восток женщины или христианский образ женщины. Но почему надо, он будет хорошо жить тут, устроиться, а ей вот мучиться? А ей все болезненно должно быть. Она должна хотеть обратно. В тюрьму. В тюрьму бывает тоже. Ну, вот так вот. Где романтика завяжется. Вот здесь вот очень сложно, вот это с психологической точки зрения. Тут надо с психологами проконсультироваться, со специалистами, кто этим занимается. Потому что у нас вот основной показатель такой, что теряется время, теряется вот этот процесс. И там человек ставит на себе крест, и этот крест остается. Я уже наблюдаю это вот десятилетиями. Я не знаю, что с этим делать. В общем, очень по-христиански поступают наши женщины. Ну, а мужчины-то не по-христиански поступают. Ну, когда как? Про всех мужчин мы не будем поговорить. Нет, вот которые бросают в семье. Они же не по-христиански поступают. Почему, значит, она должна поступать по-христиански, а он будет не по-христиански? Ну, это такой уклад. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Уклад у нас такой. Здравствуйте. Как вас зовут? Я бы хотела узнать по финансам и по личной жизни. Хорошо. А как вас зовут? Пожалуйста, скажите. Марта. Когда вы родились? 8 марта 1963 года. А время рождения есть? Известное. 6 часов утра. 8 марта 1963 года. А как вы вот 8 марта всегда отмечаете? У вас двойной праздник получается. Ну, как обычно отмечаю. Обычно. День рождения в основном. Понятно. А город называли бы? Нет, город. Город Мурманск. 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 И что вы ломаетесь? Так, Марта, скажите, пожалуйста, вот год, который у нас прошел. По личной жизни у вас было что-то интересное здесь? Вот у меня показано. Нет, ничего не было интересного. Интересного не было. Должно было быть. Да. Да? Ну вот смотрите, за интересное отвечает Солнце. Солнце у вас в 17-м рыб. Поэтому прямо Солнцу шла планета Нептун. Значит, ну как бы вот какие-то переживания позитивного характера, какие-то знакомства, что-то новенькое. Не было ничего, да? А нет, ничего не было. Так. Еще какие варианты развития событий? Я не знаю, что здесь делать. Потому что мы посмотрим. Вот тоже перемены показаны. Тоже перемены в этом году. Вот они идут. Например, вот такие вопросы, как вот поездки какие-то очень большие. Или вообще задумка о переезде. У вас есть вот сейчас? Ну вот так, приблизительно, в общем-то. Разговоры идут об этом, но еще решений никаких нет. Так. 63-й. Так. 57 будет, да? 57. Да. Здесь 30. Тогда вот я вас поспрашиваю. Несколько вопросов таких заданных, чтобы не уточниться. Вот, например, так, 25 плюс 17 это 30-40 два года. Примерно 42 плюс-минус там какое-то время, да? Не было там чего-нибудь интересного вот в личном плане? В 42 года? Да. Нет, в принципе, не было. Ну, когда было? Давайте узнаем, может, по этому параметру. Мне надо, чтобы у меня... Нет, я сейчас так... Просто мне не просчитать так сложно, да. Мне просто вот... Тогда еще вот спрошу. Значит, 28 плюс полтора... 29 к 30 годам, в районе 30, счастье личное было какое-нибудь? Ну, в принципе, было, да. Так. Скажите, интересно же. Ну, вот я и думаю. А чем думаете? Я и думаю, думаю головой. Это мы думаем, а вы так все знаете. Это думаю головой. Это вот очень сложно мне тут, вот этот расчет, потому что вот самый главный момент-то, это когда Нептун идет по Солнцу. Это раз в 164 года бывает. Тем более, Солнце управляется рыбами. Вот, Марта, тогда вот еще один вопросик такой. Вот прошлый год, может, он счастье какое-то принес? Ну, пусть не в личном плане. Может, вот какое-то раскрытие у вас произошло, там, рост какой-то свой душевный. Там было вот что-нибудь такое? Ну, душевный рост был, да. Что делать-то теперь будем? Что делать будем? Будем делать, чтобы нам не упустить никаких возможностей. Здесь надо что-то делать. Понимаете, что-то делать. Что-то делать. Абсолютно. Марта, вы с интернетом дружите? В общем-то, не очень. Может, поэтому не было тех встреч, о которых вы там сказали? Да, здесь, видите, вот в чем дело-то в современном мире. Это раньше было так. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. А теперь все сидят в гаджетах, все смотрят интернет, и все в этом интернете знакомятся. И поэтому здесь надо вот как-то зарегистрироваться. Искать кибер-друзей. Каким-то образом вот что-то сделать. Состояние позитивности, оно на этот год еще остается. Где-то ближе к лету вас прекратит вот так дергать, если сейчас дергает, там вопросы какие-то, может, с этим переездом дергать. Там к лету какое-то расслабление здесь, какое-то счастье вот такое личное здесь. Но если ничего не делать, то ничего не произойдет. Год-то хороший, и год-то выигрышный, и год-то, ну вот, личного счастья, и такого вот личного раскрытия какого-то. Надо что-то сделать. У меня уран вот на диссенденте. Он ведь, уран дает свободу от брака. Диссендент брак дает, уран дает свободу от брака. Вы были замужем? Да, была. Ну, в общем, год хороший. Вот так вот можно сказать. Год хороший, год счастливый относительно вот личных переживаний. Но, ну, надо какой-то шаг сделать. Хотя бы купить лотерейный билет. Понятно. А в финансовом плане? В финансовом плане. Так, в финансовом плане. А у вас сейчас финансы не обнулились полностью вот за последние там несколько месяцев? Ну, фактически, да. Ну, вот здесь обнуление показано. Ну, как бы банкротство показано. Но заканчивается оно к лету. К лету. Ну, не то, что к лету, например, а к маю месяцу. Там улучшится ситуация. Я не могу сказать, что вы наберете все, что хотите. Но вот эта ситуация обнуления, она уйдет. Понятно. Ясно, спасибо большое. Да, пожалуйста. Но здесь еще вот показатель, что вы немножечко вот как бы такой человек, вы в себе немножечко находитесь. В себе. А луна у вас во льве. Поэтому вот надо ярко как-то проявляться. Надо вот где-то бывать. Надо что-то делать. Надо куда-то выходить. Ну, вот в этом случае. И человек творческий, ищущий такой показан. Всегда с нагрузкой большой. Такие люди обычно что-то большое могут предпринимать талантливое в жизни. Плюс знакомство появится. Имеи 100 рублей, имеи 100 друзей. Да. Всегда помогают. Три тысячи друзей ВКонтакте. И ни одного в жизни. Ни одного. Так. План дальше какой? Так. План какой? Мы же хотели поговорить сегодня с вами про нашу страну Россию. Да. Про Россию. Про Россию. И вот, уважаемые телезрители, дело в том, что в астрологии все страны делятся на какие-то знаки зодиака. Например, Великобритания под весами. Да, такая чёпорная. Россия? Россия-Водолей. Почему? Россия-Водолей, потому что совершенные странности, совершенные непонятности, которые с этим знаком. С одной стороны, размах, с другой, сжатие. С одной стороны, свобода по Урану. С другой, насилие по Сатурну. С одной, Европа, с другой, Азия. С другой, Азия, да. Два вот этих потока воды. И очень такое вот творческое и креативное мышление у населения. Поэтому Водолей. Американцы-близнецы. Близнецы? Близнецы. Да, под близнецами. Они вообще декларацию независимости под близнецами записали. И вообще там дороги, разговоры, автомобили. Это же всё у нас близнецы. Информация. Самая лучшая журналистика где? Где? В США. Я боялась это озвучить. Самые передовые связи со честностью где? Я поняла, я теперь буду это делать вместо вас. В США. Подождите, вот, кстати, патриотизм и не помешало бы тут. Толику чуть-чуть. А как же наше сострадание? А как же наше угощение? Наши пироги? Так вот, смотрите, у нас в Водолее, вот эта планета Нептун, которая даёт странности, она находится в экзальтации. И поэтому вот это Нептун с душой связан, это символ души вообще, если на него даже на изображение посмотреть. Символ психологии. То есть вот эта русская душа, вот этот Толстоевский, который эту душу описал, в конце концов. То есть вот все странности, все непонятности. А Нептун это спиртные напитки ещё. Булгарский. И, значит, вот бунт этот русский, вот русского не понять, что для русского хорошо, то для немца смерть. Вот это вот подковать блоху. Вот зачем её подковывать? Это тайный смысл, который вы никогда не постиглите. Вы сделаете блоху или ещё что-то, а вы её подковали. Нужно ли это было делать? И вот эти вот странные действия, они все с Водолеем связаны. Но Водолей даёт прорывное мышление. То есть Гагарин, выход в космос у нас. Что у нас ещё достижения? Трёхфазный ток. Вот вам ответ про достижения, про Гагарина, про блоху. Это всё для того, чтобы было потом в музее, что рассказать, что показать. Я не про Гагарина, я имею в виду, а про подкованную блоху, о которой вы так часто думаете. Ну и домик-то Гагарина тоже, где он жил, не просто так же. И у нас их два. Ещё и два? Два. Один в Сафоново, один там, где он жил. В другом месте. Как в Корзуново, да. Но и получается, что Россия вот под этим знаком Водолея. Каждый китай с козерогом связан. Он стеной там обнесён, китайская стена, да. Они закрылись от всех, они весьма своеобразные. А Россия, вот Водолей. А Япония дева. Там всё маленькое и технологичное. Мне кажется, это мы их закрыли стеной в данный момент. А китайцы? Нет, они сами построили, когда нас ещё не было. В философском смысле. Да. Так что вот Израиль, рыбы. А что с рыбами? Идёте по Дерибасовской. Ну, и что там? На привоз. Тётя Феся. Да. Покупаете там селёдку и морочите ей голову, понимаете? Израиль, рыбы. Ну, там можно разные. Вот Северная Европа обычно дева-телец. Такие вот эти вот страны. И Германия, не скажете? Германия у нас, два знака с Германией связаны. Одна Южная Германия, это, наверное, Овен, а Северная Германия Козерог. То есть они так поделены? Да, так они поделены на земли, там же земли. Это же они собирались в 19 веке, Германия строилась. Ну, вот две войны, а Овен с войной связан, две войны вышли из недр Германии. Короче, те, кто в Мюнхене, у тех будет один знак, а Шлезвен и Кольштайн, у них другой знак. Но, может быть, они вместе как-то эти знаки. А у нас же, смотрите, такая территория большая. У нас по административным делениям, разве тоже нельзя по знакам поделить? Можно поделить, но общий смысл менталитета российского человека, наверное, не столько, может быть, и русского, может быть, и российского, когда вот все народности в одну нацию слились, они связаны с тем, что мы нестандартные, мы не такие, как Европа. И Европа нас не принимает, потому что нас боятся и не понимают, потому что мы склонны выдумывать и развивать себя так, как не развивает никто. И, может быть, с этим связано наше будущее. А про менталитет российский нам немножко расскажет Небесная канцелярия. Внимание на экран. Здравствуйте. Россия – сфинкс. Всегда загадка. Умом ее не понять, аршином общим не измерить, утверждал Тютчев. Наша огромная страна, как птица-тройка, летит, несется, незнамо куда, туда, где, по словам Блока и невозможное, возможно. Николай Гоголь даже не спрашивал, он восклицал, и какой же русский не любит быстрой езды. Наши люди вообще широкие люди, широкие, как и их земля. Русский ум любит простор, по словам славянофила Ивана Аксакова. И не только необъятными просторами постигается наша душа. У нас еще и богатая история с ее особыми народными героями, с русским бунтом, бессмысленным и беспощадным, как говорил Пушкин. Вот и задумаемся о себе. Кто мы такие? Достоевский утверждал, стать вполне русским – значит стать всечеловеком. Что значит эта фраза? Одно из наших неотъемлемых качеств – всемирная отзывчивость. Русскому скитальцу необходимо всемирное счастье, чтобы успокоиться, дешевле он не примириться. С другой стороны, мы – первооткрыватели во многих направлениях науки и искусства. И мы слишком креативны, отчаянно неисправимы, на своей волне, как говорится, существуем. Покажите вы русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел никакого понятия. И он завтра же возвратит вам эту карту исправленную, писал Достоевский. «Широта души русского человека, его огромный потенциал, талант порой не вмещаются в рамки обычного. Они могут ограничиваться либо заскорузлыми взглядами толпы, либо властей, которые держат руку на пульсе. В России две напасти – внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», – любил повторять Владимир Гелировский. Вот и думайте, как не поддаться искушениям снизу и сверху, слева и справа и сохранить себя для ратных дел, чтобы наша убогая и обильная, могучая и всесильная Матушка Русь процветала и удивляла. Всегда с вами на связи Небесная канцелярия. А у нас звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена. Да, мы вас слушаем. Когда вы родились? 22.04.1963. 63-го? Да. 63-й. А время рождения нас интересует? А с 21 на 22 апреля в ночь? По нулям? В нули? В нули? В нули? В нули. Интересно, когда? В Мурманске? Да, в Мурманске. Так, проверяем. Елена. 22 апреля 1963 года. Это был понедельник. Я одну минуту поставил. Мурманск. Город. Город Мурманск. Солнце в Тельце. Во втором градусе Тельца находится. Солнце в Тельце. Всегда человек ищет какого-то спокойствия в жизни. Но можно ли его найти? Вот в чем вопрос. Потому что в Овне у нас находится Луна. А Луна эмоциональный мир человеку дает. И она в Овне очень такая активная. Активные эмоции. Плюс еще эмоции. Плюс еще Юпитер здесь прилегает. Юпитер с Луной в соединении. Вас вообще не переспорить, я думаю. Вы такой вот человек эмоционально подвижный. Вот таким вот образом здесь показано. Чувство формы хорошо. Показано. Дом, семья. Дом, дом, дом. Вот именно дом. Домашность такая показана у вас здесь. А что вас интересует, Елена? Ну, хотела бы по вовсе на этот год. Вовсе на этот год, да. Сейчас посмотрим. А вот, ну, несколько месяцев назад, ну, допустим, вот полгода назад, там, какие-то вот изменения такие показаны, перемены. Что-то менялось в вашей жизни. С чем они были связаны? Много переменов было. А вы не себе был личного какого-то или каких-то... Нет, вот если вот года полтора-два назад брать, да, вот что поменялось в вашей жизни? Просто вот что поменялось? Вот какие сферы задействованы были? Да практически все. Все? Ну, вот что тут можно сказать? Что как-то вот это вот все поменялось, да. А вот этот год ближайший, этот год ближайший, как-то добавляет вам нагрузки очень много. Заставляет вас погрузиться внутрь. Заставляет вас вот этот год, ну, вот через месяц это где-то начнется, ну, как бы, ну, не замкнуться, уйти в себя немножечко здесь. Вот здесь надо. Поэтому здесь надо включить здоровый эгоизм, наплевательское отношение, ну, где это можно, конечно, и постараться, вот, ну, как бы, заниматься собой, тратить деньги на себя, радовать себя чем-то. Во внешней сфере мало там событий произойдет, все во внутренней показаны. И вот такие вот изменения, связанные с тем, что надо будет выполнять очень много обязанностей. Вот такой у вас прогноз. Но он неплохой. И вместе с тем, и вместе с тем, вот в личной части позитивные характеристики, там в эмоциональном мире позитивные характеристики. Не надо спешить никуда. Отпустите время, пусть оно течет само собой, как течет. А вот, собственно, счастье показано. Единственное, что, может, тревожиться будете сильно, вот так вот как-то, переживательность какая-то, вот как камень какой-то тянете. Ну вот и будете его немножко тянуть. Отдыхайте. Не старайтесь много на себя взвалить. Есть вопросы у вас еще? Алле-алле. Ну, видимо, уже связи нет. Так что здесь вот такой год, он двойственный. Но им можно очень хорошо воспользоваться. Интересно, когда Елена Деорождение празднует 22 или 21 апреля? Вы поставили одну минуту на 22, наверное. Наверное, 22, да. То есть Деорождение празднует позже, да, чем оно само. И у нас еще один звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Да, да, вы нас слышите, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анастасия. Анастасия, очень приятно. Когда вы родились? 5 апреля 1977 год. 8 утра. 1977 год. И город какой? Мурман. Удивите нас. Пожалуйста. Кто? Вы. Я, я же не волшебник. Я же не волшебник. Так, Анастасия. 10 апреля 1977 года. Это было воскресенье. 8 утра. Вот вы появились на свет. Солнце у вас в овне, в 21 градусе овна. То есть вы такой человек подпрете на своем. Вот просто борьба здесь такая показана. Луна у вас в Козероге, внутренний мир спрятан, но он там очень сильно бурлит. Ну, здесь что? Здесь, во-первых, вопрос, как у вас прошел прошлый год, вот этот вот, 19-й. Не было ли сложностей там, каких-то расставаний и грусти? Вот первый вопрос. Конец года. Конец года? 19-го. Конец года 19-го, да. Так, значит, ну это все закончилось. Это все закончилось. И у вас начинается какой-то новый интересный этап в жизни. Вот в этом году. Прямо, прямо вот. Очень хорошие, позитивные показатели. И на поездки, и на переживания, позитивные показатели. А что вас интересует, чтобы мы... Меня интересует, вот и закончится этот период с расставанием? Так, если он не закончился, значит, вот мы сегодня целый день об этом говорим, целую программу говорим. Закрываете этот период, и сразу там кто-то другой... И там сразу кто-то другой нарисуется. Это вот я вам просто, ну не то, что гарантирую. Концентирую. Сто процентов. Сто процентов, да. Но обещаю в количестве 75-80% того, что произойдет. Не хотите резких движений? Ну познакомьтесь сначала. Потом подумайте, что делать дальше. Потому что у вас вот просто все на это вот сейчас настроено. Вот вы сейчас не познакомились с кем-нибудь? Вот просто вот... Не, не, меня волнует и наоборот старые отношения. Да вы их вернуть хотите? Вы их вернуть хотите? Ну да. А зачем? Разберемся. Зачем? Зачем? Помочь в себя. Может быть, вот мы сегодня говорим об этом. Может быть, другие легче. Но у вас, видите, у вас очень, ну вот на любовь, на счастье, очень хороший показатель в ближайшее время. Конечно, мы не можем настаивать, что надо там с кем-то знакомым. Не можем настаивать. Это вы принимаете решение. Но этот год у вас посвящен любви, счастью, поездкам и различного рода возможностям. И еще один вопрос. Вы не собираетесь переезжать с севера? Нет. Ну вот в следующем году вот этот вопрос встанет. Встанет он с лета этого года. И посмотрим. Здесь тоже травмоопасность у вас достаточно высока. И вы поосторожней там. На машине, на парашюте, на тарзанке и так далее. И у вас начинается тоже вот такой вот период, когда хочется сказать, что все, я так больше не могу, меня все достало. Я начинаю новую жизнь. И начинаете вы ее с лета. А счастье личное вот оно через месяц здесь вот просто показано. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Не упустите его, главное. Да. Не провороньте. Не отдайте тому человеку, который и так украл его очень много. Ближнему своему. Вопрос из интернета. Можно, да, нам подсказывают. Юлия, вам пишет. Юлия. 30-го, 07-го родилась. 79-го года. 30-го, 07-го, 79-го года. Да, 30-го. 17-35. 17-35. 17-35. Город Мурманск интересует финансовое положение, недвижимость и здоровье. Вот так. Ух ты. Джекпот. Быстренько, а ну-ка, быстренько. Все и сразу. Все и сразу. Солнце во льве. Солнце во льве, да, понятно, что человек лев, он требует признания, он излучает огромное количество энергии, луна в весах. Но в соединении с Плутоном это дает огромную психологическую силу. И огромную психологическую силу прямо на вершине. Вот очень интересно нам, чем вы занимаетесь по жизни, вот просто даже посмотреть на это. Значит, вопрос по недвижимости. Что не сказано, да? А что по недвижимости нас интересует? Продажи, покупки. Не написано, но... По недвижимости. Может, приобретение. Приобретение. Может, переезд. Не знаю, что имеется в виду. Вот были плохие показатели по недвижимости. Плохие были. И были они весь год прошлый. И весь год прошлый могли быть душевные терзания, переживания, чувство одиночества, преддепрессионное состояние. Сейчас перемены такие вот идут. Идут эти перемены. И на следующий год они перебрасываются. Вся жизнь тут меняется, изменяется. Недвижимость, да? Не знаю, что по недвижимости. Надо конкретно подумать, потому что таких вот четких обозначений по недвижимости у меня нет. А смена? Смена чего? Смена места жительства или... Переезд вы имеете в виду? Ну, я имею в виду не обязательно куда-нибудь в другой город, а просто смена жилья. Смена жилья вот тоже вот еще не разгадать мне пока. 30 июля 79-18-35, понедельник, Мурманск. Не знаю пока, не знаю по недвижимости. Но если тут приложить усилия, у меня вот самые плохие показатели были до конца этого года. Сейчас уже показатели... до конца 19-го года. Сейчас уже показатели лучше. И поэтому здесь можно подумать. Ну, если приложить усилия, можно что-то сделать. Да, безусловно. Можно в этом году что-то сделать, если приложить усилия. Но у меня не факт, что это делать надо. Второе. Что еще? Какой вопрос? Да вот было финансовое положение, недвижимость и здоровье. Здоровье улучшится, если оно было вообще вот очень плохо и трясло, и не хватало сил. Оно сейчас идет на улучшение, надо им заняться тоже. Финансовое положение. Это у нас Юпитер во Льве. В 18-м градусе льва. Заходящий. Нептун тут еще участвует, потому что в рыбах. Рыбы, рыбы, рыбы. 18-е стрельца. Не могу сказать, что плохое. Не могу сказать. Что там с опорно-двигательным аппаратом? Ничего не происходит. Все нормально здесь. Все надо поддерживать, но не более того. Я не могу сказать, что здесь проигрыш в этом плане. Я могу сказать, что здесь какие-то переживания очень большие стоят. Но с чем они связаны? Вот прошлый год все разламывал. Прошлый год, который был. Он тут вот трещало все. Оба светила были, значит, аффлектированы, как астрологи говорят. В тяжелых аспектах находились. И Солнце от Урана, и Луна от Сатурна. И тут вот прошлый год дал вот эти проблемы, которые сейчас надо разруливать. Поэтому будет разруливаться. Будет постепенно разруливаться. Ситуация будет улучшаться. И может что-то будет с недвижимостью, но мне непонятно. То есть это ваш окончательный вердикт? Нет, это не вердикт, это совет. А мы на этой ноте подводим итог сегодняшней программы. Мы отвечали на звонки и на вопросы из интернета. Пожалуйста, в следующую программу нам тоже пишите, звоните. И мы продолжим эти ответы. Ну а мы посмотрим небольшое объявление от школы «Пионер». Внимание на экран. Первая Мурманская частная школа «Пионер» объявляет набор в первый класс. Приглашает желающих учиться в классы начальной школы, а также на подготовительные курсы будущих первоклассников. Школа «Пионер» — это полный день занятий с детьми с 9 до 18 часов. Пятидневная учебная неделя. Два собственных новых здания, соответствующих всем нормам и требованиям. В классах до 10 человек. Домашние задания выполняются вместе с учителем. Дома дети свободны даже от портфелей. Школа «Пионер» — это дополнительное образование, изо-студия, танцы, дзюдо. Одна из лучших музыкальных студий в городе. Индивидуальная работа с логопедом и психологом. В школе «Пионер» — хорошая дисциплина, учащиеся одеты по форме. Занятия начинаются с общей линейки, а мобильные телефоны сдаются на хранение во время учебы. Поездки, экскурсии, походы — то, что объединяет творческий коллектив в активной социальной жизни. Школа «Пионер» — это четверть века динамичного развития и заботы о детях. За эти годы выпущены десятки выпускников, среди которых золотые медалисты, студенты лучших высших учебных заведений России и зарубежья. Не ждите, когда у ребенка возникнут сложности. Не отбирайте у него детство. Приходите учиться в частную мурманскую школу «Пионер». Телефон 70 30 40. Школа «Пионер», Мурманск, улица Калинина, 44. Дорогие телезрители, программа подошла к концу. Звоните нам и пишите. А мы увидимся в следующей программе «Знаки 2.0» в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова